Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Сегодня» в студии Георгий Плеф. Все важные события дня в материалах корреспондентов телеканала ИР. И вот лишь немного из того, что мы сегодня узнаем. Приближается один из главных праздников новейшей истории государства Ланья – День признания независимости. Серию репортажей начинает материал Дзерасы Козаевой. Исторические находки на территории республики принадлежат государству и народу. Найдены очередные артефакты. Фотография как искусство. Кто же из фотографов станет победителем на этот раз? Приближается одна из важнейших знаковых дат в современной истории государства Ланья. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Южной Осетии, положив начало новому ходу истории. Народ, много претерпевший за многовековую историю притеснения со стороны грузинских властей, воспринял весть о долгожданном признании со слезами радости на глазах. О событиях минувших дней, столь важных для нас с вами, репортаж моей коллеги Дзерасы Козаевой. 9 лет назад, 26 августа, был привычный для всех южных осетин день. Жаркий, полный горя. Не высохли еще слезы на глазах у людей, потерявших близких. Не оправился народ от пережитой пятидневной войны. Но жизнь продолжалась, и все уже занимались своими делами. Работали организации и ведомства. Народ убирал разгромленный после бомбежек город. Мы надеялись на торжество истины. Ждали, когда мировое сообщество признает наше право на самоопределение. Но у тех, кто правит миром, всегда своя правда. Отвечающая их интересам. Правда, где нет места нашему геноциду и событиям, которые мы переживали на протяжении 18 лет. Была другая правда и о войне 2008 года. Остинские сепаратисты, экстремисты и российские оккупанты, захватившие грузинские территории. Ни слова о десятках жертвах, о сожженном схемвале. Западным СМИ в таких случаях лгать широко открытыми глазами не привыкать. Не получилось у них силой покорить маленький народ. Так есть же другие способы. Информационная война. Российские и остинские журналисты все дни войны работали, писали, снимали кадры. Доказательства нападения Грузии на Южную Осетию были у нас на руках. Но это, как оказалось, не основание. После поражения Грузии, после того, как обрушились их планы быстрой победоносной войны и как свершившийся факт, предоставленный мировому сообществу, доказательства агрессии, президент Южной Осетии и Абхазии обратились к руководству Российской Федерации с просьбой о признании суверенитета двух государств. 25 августа 2008 года Совет Федерации Российской Федерации обратился к президенту России Дмитрию Медведеву признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Верхняя палата единогласно проголосовала за обращение. Фераса Кузаева, Диана Техова. Информационный выпуск. Сегодня. Во время строительных работ в одном из селений к северу от Схейнвала рабочими обнаружены ножные кандалы. Находка имеет определенную историческую ценность. Кандалы, датирующиеся, предположительно, 17-19 веками. Как выяснилось, такая находка далеко не первая, однако найденные артефакты не попадают в музей. Эльвира Тебелва продолжит тему. Территория Южной Осетии всегда изумляла уникальными археологическими находками. Начиная с древнейших эпох палеолита и неолита и целого пласта ранней и поздней бронзы, обнаруженного доктором исторических наук, археологом Багратом Теховым в тхлейских могильниках. Их историческое значение трудно переоценить. В ранние периоды были найдены артефакты сарматской и оландской эпохи. С 2008 года в республике ведутся интенсивные строительно-восстановительные работы. В ходе этих работ на территории Схейнвала и его окрестностей нередко обнаруживаются находки исторического значения, как, например, обнаруженные строителями кандалы, датированные 17-19 веками, или винные кувшины, которые историки отнесли к 18-19 векам. Однако не всегда обнаруженные исторические находки становятся известны, а наоборот бывают сокрыты. Те находки, которые у нас имеются, которые охраняются, и которые в большинстве случаев находятся и в северной сети, да, находились и находятся. Получается, что тогда я, в самом деле, миллиардир, что ли, если все воспринимать как в долларовом эквиваленте. Неправильно это. Но я бы посоветовал этому парню. Он этими кандалами, он их нигде не реализует. Это у него по наследству не осталось. Это, допустим, констатация факта, что князья Мачабели использовали вот эти кандалы для того, чтобы, допустим, за какую-то правильность посадить того же земледельца вместо вот этих кандалов. Это у нас в музее. Любые исторические находки на территории республики принадлежат государству и народу. Однако многие этого не понимают. По словам Роберта Гоглоева, бывают случаи, когда следы находок обнаруживаются далеко за пределами республики. И нередко к нему обращаются коллеги с сообщением, что архаичная монета или исторический предмет быта всплыли при продаже в Украине или в другой стране. У меня много коллег в Северо-Кавказском округе, Южный Федеральный округ, в Москве, в Санкт-Петербурге, даже начиная с Киева. И когда доходят слухи, что от вас кто-то приехал, он с собой что-то привез и предлагал за какие-то доллары, ну, неприятно бывает. У нас есть, как вы даст, национальный музей, который, дай бог, если даже кто-то что-то не будет приносить, у нас достаточно материалов, чтобы мы показывали мировому сообществу. Сейчас каждый, кто находит какие-то предметы, все они почему-то это связывают с тем, что за эти предметы им здесь или в Северной Осетии, или в Москве, или в Ленинграде будут отдавать доллары. Но у меня тоже есть такие случаи. Приходили сейчас, конечно, уже не часто приходят. И когда приносили какие-то предметы, сразу же вопрос был такого характера. Это тысячи долларов, тысячи долларов или 2000 долларов не будет стоить. Не все соизмеримо с деньгами. Это вот мое такое мнение. Мнение человека, который непосредственно связан с раскопками, непосредственно связан с обработкой этих материалов, потом с последующей передачей этих материалов в музей. Стоит отметить положительный поступок человека, который обнаружил кандалы, сделав находку достоянием общества. Он также может представить находку в Национальный музей или Научно-исследовательский институт государства и получить за это вознаграждение. Если он на память хочет оставить, я не знаю этого парня, я с ним не знакомый, не видел. Но на его месте я бы вот так и поступил. И вот его фамилия бы фигурировала. Где-то в документах, что какой-то мужчина, это Асетин русский или не знаю, кто еще, обнаружил где-то вот такую вещь и принес в музей. Как положено случаем, обратиться к нашим так называемым искателям приключений, у которых у многих появились вот эти металлоискатели. И они бродят часто, грубо говоря, по всем этим домоначьим территориям. Считается с Саромбой, значит, это металлоискатели, металлоискатели. И потом они просто-напросто и ни в музей не переносят, и ни в научный институт не переставляют ничего. Никто не собирается у кого-то что-то отнимать. Но то, что находится в земле, это принадлежит государство. Во главе с Анатолием Ильичевым они как-то продумают этот вопрос и какую-то определенную сумму выделят и нашему музею для именно выкупа у населения вот таких предметов. Сделать найденную историческую находку предметом национального достояния – долг каждого человека. Всегда необходимо помнить о национальных ценностях. Эльбиря Тебелова, Азамат Кудзев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в России отмечают праздник – День государственного флага. И к этому дню приурочены и у нас в республике разные мероприятия. Преподаватель русского языка и литературы Санкт-Петербургского Суворовского военного училища наш соотечественник Коланц Хавребов в государственном университете провел мастер-класс для преподавателей русского языка и литературы городских и районных школ республики. Присутствовали также представители Министерства образования и Россотрудничества. Тема – методы преподавания и подготовки к ЕГЭ. Сочинение ЕГЭ является заданием повышенной сложности. И некоторые эксперты говорят, что это не школьный уровень, а возрастный уровень. В чем заключается сложность этого задания? Об этом я расскажу чуть позже. Такие встречи учителей, они очень полезные. Они содействуют профессиональному общению, делятся опытом, творческими находками, сценариями уроков. Это непременные условия профессионального роста учителя. Поэтому я думаю, что сегодня состоится интересный разговор, интересная встреча, интересный мастер-класс. По инициативе Министерства культуры Республики Южная Осетия и Республиканского центра народного творчества сегодня в Центральной библиотеке имени Анахарсиса прошел третий республиканский фотоконкурс «Южная Осетия-2017». В нем приняли участие 9 фотографов-любителей. На фотоконкурсе было представлено около 80 работ в номинации «Портрет», «Пейзаж», «Фауна», «Цхинвал» сегодня. Работы фотографов-любителей оценивало жюри. По итогам конкурса 26 августа на выставке, посвященной Дню признания независимости Южной Осетии, лучшие фотографы будут награждены. Ну и сейчас мы узнаем прогноз погоды на завтра. В Знаурском районе ясно. Небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью плюс 15. В Завовском районе ясно. Днем плюс 31, ночью небольшой дождь и плюс 19 градусов тепла. В городе Квайса ясно. Днем плюс 28, вечером плюс 18. В Ленингорском районе ясно. Днем плюс 29, вечером плюс 20. И в Схинвале ясно. Небольшой дождь. Днем плюс 27, вечером плюс 17. К этому часу у меня все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok